За более чем вековую историю год создания предприятия «Белалка» 1897-й пройден большой путь от маленького заводика до крупного предприятия, которое успешно работает на внутреннем и внешних рынках. Только за последние пять лет производственные мощности «Белалка» выросли на 30%. Ежегодный объем выпуска ликероводочной продукции составляет 20 миллионов литров. Но увеличивая столь серьезные объемы, совершенствуя, технически обновляя и укрепляя материальную базу, площади не увеличивались. Прошло 117 лет, и завод претерпел множественные изменения, и расширялся, и на сегодняшний день площадей не хватает. И поэтому мы на высвобожденных площадях расширяем лабораторию, и ликерный цех, водочный цех. Поэтому сюда уходит вся администрация, а весь технический персонал остается в более комфортных условиях на самом предприятии. Это, конечно, вопрос и качества продукции, выпуска продукции, ну и, естественно, добавленной стоимости, то, за что мы работаем. Принятое решение по строительству нового административного здания было поддержано. Вопрос, где строить, не стоял, конечно, на улице Советская, где располагается головное здание. Поддержали городские власти. А желание как можно быстрее отпраздновать новоселье позволило в историческом месте менее чем за год построить новое здание, как нельзя лучше вписавшееся в архитектурный ансамбль. Символический ключ вручил новоселам Михаил Вотчиц, генеральный директор строй 300 номер 8, работники которого и построили всю эту красоту. Я думаю, что это достаточно весомое событие. Наверное, впервые за десятки-десятки лет дикороводочный завод расширился вот здесь, на территории города Брест. Увеличили в 2-3-4 раза объемы продукции, и все это было на той площадке. Сегодня у завода есть новый административный бытовой корпус, есть складская зона города Брест. Я думаю, что это не последний шаг, который будет сделан еще на территории города этим заводом. Примечательно, что на торжественную церемонию открытия были приглашены не только сегодняшние руководители города и области, но и те, кто вели областной центр к процветанию ранее. Впечатления от нового здания, от экскурсии по кабинетам, пока пустующим, самые яркие. Дорого внимания ветеранам, но еще больше дорого, что их труд продолжили люди достойные. Город старается для того, чтобы подарить нашим горожанам самые лучшие объекты, самые лучшие предприятия. Так вот сегодня ввелся Астар-Вест, прекрасный центр торговый на углу Машерова и Ленина. Сегодня ввелся официальное офисное здание ликровочного завода. Мы очень гордимся, наш город каждым днем процветает, каждый день все краше и краше становится. А поглядеть, какие сегодня улицы, сплошное асфальтирование нашим водителям, только за радость ездить по таким улицам. Удачи всем, поздравляю всех наших горожан с праздником, потому что это самый великий праздник. Мы все брещане и мы гордимся тем, что мы живем в городе Бресте. Руководители открытого акционерного общества «Белалка» на достигнутом останавливаться не собираются. Ведь все течет, все изменяется, расширяется линейка продукции, увеличиваются объемы, а потому в скором времени потребуются и новые заводские площади. Тем более, что предприятие активно работает на экспорт. Известна наша продукция не только на нашем рынке внутреннем, но и за рубежом. И в дальнем, и в ближнем зарубежье, в общем-то, пользуется большим спросом. Залог нашего успеха, я считаю, наверное, в качестве. Прежде всего, вкладывается душа наших работников в выпуск нашей продукции. В общем-то, придерживаемся качества и повышаем его с каждым годом. Используем только натуральное сырье. Экспорт осуществляется у нас на сегодняшний день достаточно стабильно в 15 стран мира. И в прошлом году мы отправили на экспорт около 6 миллионов бутылок. Это 14% нашей продукции, выпускаемой всего. Это достаточно большой процент, который, естественно, мы берем не только количеством, но и качеством. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.